Музыка Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 25 августа, и своеменину в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Сергия, Ильи, Вячеслава, Иоанна, Антония, Матфея, Дмитрия, Савва, Аркадия, Якова, Петра, Феодора, Алексея, Василия, Леонида, Николая. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священномучника Ирея Николая Доброумова. Родился святой 24 декабря 1876 года в селе Небдина, усть Сысольского уезда, Вологодской губернии. Каким отец Николай был человеком? Архивы сохранили для нас свидетельства о добрых делах батюшки, который всю жизнь следовал избранному пути. Проповедовал Слово Божие, наставлял свою паству. К этому он готовился всю свою жизнь. Такое получил воспитание в семье священника Николая Михайловича Доброумова. Был самым младшим пятым ребенком в семье. Детские годы прошли в усть Кулон, где отец с 1879 года служил настоятелем Петропавловской церкви. Окончил усть Сысольское духовное училище, а в 1899 в Вологодскую духовную семинарию. Вскоре после семинария Николай Николаевич женился. Антонина была самой младшей, самой красивой дочерью в семье священника Веденской церкви села Мажадор Михаила Константиновича Попова, родного племянника коми-поэта Куратова. В семье, кроме Антонины, было еще 10 детей. Конечно же, молодая матушка мечтала о детях, любви, долгой жизни с любящим мужем. Но и девическая мечта не сбылась. После женитьбы Николай продолжал сохранять обеты целомудрия, живя с супругой, как брат с сестрой, повторяя в своей жизни подвиг святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Это не понравилось жене молодого священника. Она несколько раз пыталась оставить мужа, но в своей семье не встречала поддержки и одобрения своим действиям. Каждый раз девушке приходилось возвращаться. Отец Николай до конца своих дней оставался монахом в миру. Преосвященным Гавриилом 29 сентября 1999 года Николай Доброумов был посвящен в освящении как по Моздинской Успенской Церкви Усть-Сесольского уезда. Затем был перемещен по прошению к Усть-Куломской Петропавловской Церкви. В 1906 году переведен в село Аныб, настоятелем Аныбской Церкви. И где бы отец Николай не совершал свой священнический подвиг, везде он много трудился на ниве просвещения людей. Работал законоучителем помоздинского, земского, мужского и женского училища. Преподавал в деревне Вальдинской Помоздинской Волости. Являлся законоучителем и заведующим Аныбской Церковно-Приходской Школы. В 1913 году священника наградили медалью в память 300-летия царствования Дома Романовых. Летопись Аныбской Церкви содержит рассказ о нескольких знаменательных событиях, произошедших здесь во времена отца Николая. При батюшке 10 октября 2009 года был получен в Аныбскую Церковь образ вновь прославленной святой благоверной великой княгине Иннокене Анны. Перед новым образом, положенным на аналой, священникам было сказано «позырянский житие святой» и совершено молебствие. Ходатаствовал батюшка о перенесении мощей в город Усть-Сысолькс святого Стефана Великопермского. 28 января 2010 года после литургии чинен указ священного синода по поводу возбуждавшегося в прошлом году прошения о перенесении святых мощей Стефана Великопермского. Священный синод не считает возможным дать своего благословения на перенесение честных останков святого Стефана, епископа Великопермского, и покоему его императорскому величеству богоугодно было начертать, согласен с заключением священного синода. При отце Николае был приобретен для храма колокол весом 53 пуда, вылитый по заказу на заводе Оловянишикова в городе Ярославле. Даже скупые строчки из архива передают то тепло, душевность, которые царили в храме во времена настоятельства там отца Николая. Так, в день исполнения 200-летия со дня рождения Михаила Ломоносова на маленьком затерянном приходе в Усть-Куломне совершался о нем чин панихиды. За упокойное богослужение совершался день смерти премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. Батюшка, казалось, находился в центре всех событий, происходящих в мире, его сердце откликалось на боль народную. Когда началась война с Турцией, 17 августа 1915 года, был учрежден приходской попечительский совет в оказании помощи семьям солдат под председательством священника Николая Добраумова, который оказал помощь на сумму 136 рублей 40 копеек 91 семейству. С началом войны открыто волосное попечительство. Со 2 января 1915 года председателем избран тот же священник. После революции отец Николай служил священником Вознесенской церкви в села Дон Усть-Куломского района. На его глазах церковь была закрыта. На заседании президиума КОИК от 26 декабря 1935 года постановили молитвенное здание ликвидировать и зачислить в состав национализированного имущества в ведении Усть-Куломского райисполкона. Вскоре арестовали отца Николая. Батюшку содержали под стражей при сыктывкарской тюрьме НКВД. Произведенным расследованием установлено, что обвиняемый Добраумов у себя на квартире устраивал нелегальные сборища церковников, на которых под видом богослужений вел контрреволюционную агитацию, направленную против мероприятий партии правительства. Допрошенный в качестве обвиняемого Добраумов виновным себя не признал, но достаточно изобличается показаниями свидетелей. На заседании тройки НКВД КОМИ СССР от 23 августа 1937 года постановили обвиняемого по статье 58 пункт 10 Уголовного кодеса РСФСР Добраумова Николая Николаевича расстрелять. Сейчас, дорогие мои, читаю и наслаждаюсь книгой архимандрита Андрея Кононоса, греческого священника «Когда Христос станет для тебя всем». Если будет в случае возможность найдите эту книгу, получите огромное духовное утешение. Современными словами, понятиями, простым языком говорится о самых важных вещах, о которых мы все знаем, но порой не ставим во главу угла или не знаем, как с этим быть. Например, отец Андрей рассказывает. Рассказывает о молодом человеке, который впал в состояние депрессии, ну а мы в этом состоянии фактически все находимся, тревожности, беспокойства, но иногда бывает состояние перехода через край и кажется, что вообще все плохо, меня никто не любит, никто не уважает. Ну и там дальше по детскому стишку можно без конца его повторять. И вот молодой человек сидит вечером дома и ждал телефонного звонка, ну хоть от кого-нибудь. Никто не звонил, никто. Никто мной не интересовался, живой ли я, мертвый. Неужели никто меня не любит? Но вдруг зазвонил телефон, я бросился к нему, обрадованный, и подумал, вот и вспомнили про меня. А знаешь, что это было? Так часто бывает, что телефон для нас становится таким связующим звеном с внешним миром. Для многих людей он как-то прям становится вещью, без которой даже и жить невозможно. Даже общаясь с родными, близкими людьми, находясь в семье, человек все время контролирует, где его телефон, не пришло ли новое сообщение. И тем все время выплескивает себя из контакта. Ну а бывает, что это действительно такая возможность связаться. Так кто же позвонил? Звонили в аптеку, ошиблись номером. Позвонили мне по ошибке, кто-то подумал обо мне по ошибке. И отец Андрей спрашивает, ну и что я тебе на это ответил? Есть кто-то, кто любит тебя не по ошибке, кто по-настоящему любит тебя, всегда, днем и ночью, 24 часа в сутки, смотрит на тебя и ждет, чтобы ты обратил на него внимание. Но ты этого не понял, и потому страдаешь. Просишь любви тут и там. А ведь есть настоящая любовь, и она вокруг нас, это любовь Христа. Она такая смиренная, такая терпеливая, она надеется, что наступит время, когда ты найдешь для него немного времени, когда уделишь ему хотя бы малую толику своего внимания, чтобы он сказал тебе, что любит тебя. Когда ты на минуту выключишь телевизор, откроешь глаза души, чтобы увидеть его. Когда начнешь читать Писание, чтобы осветиться. Когда возьмешь четки и начнешь молиться, чтобы получить Божью благодать. Господь ждет этого и говорит тебе. Ты ждешь телефонного звонка, но я возлюбил тебя раньше изобретения телефона, возлюбил тебя раньше создания мира. Я нашел способ сказать это твоему сердцу. Но твое сердце закрыто. Простая истина, что наша душа, она способна жить только жизнью Христовой. Вне Христа нет жизни. Вне Христа только умирание. И Господь, Он ведь очень к нам рядом. Надо только обратить на Него внимание. Он стоит у дверей нашего сердца. Стоит и стучит. И терпеливо ждет, пока Его услышат, выключит телевизор. Это действительно бесконечный сплетник, который забивает все наше сознание, который все время в нашу жизнь приносит всю мировую помойку. Кто где сказал, кто с кем развелся, у кого от кого дети, где что украли, где... какое безобразие произошло, И все это к нам в дом и ко мне в душу. Убийца покаяния. До тех пор, пока Он владеет нашим сознанием, пока человек ищет утешение, где бы то ни было, кроме Христа, его душа будет мучиться. Его душа будет питаться теми рожками, которыми блудный сын хотел насытить свое чрево. Но никто не давал их ему, никто не давал насыщения, потому что утешение, оно только у Бога. Это необходимо понять, необходимо внутри переменить вектор своего движения, встать и пойти к Отцу Небесному. И Он, видя это малое движение, выбежит навстречу, обнимет и вернет все прежнее наше достоинство, красоту души и всю ту радость, которая была когда-то у нас в детстве, младенчестве, беззаботность, легкость, свободу, надежду, уверенность, опору. Все это можно вернуть. Надо только захотеть. Помогай нам всем, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok